Ремонт газонокосилок. Постоянная эксплуатация газонокосилок приводит к износу некоторых деталей, а также поломкам. Обычно это происходит в самый неподходящий момент. Как отремонтировать газонокосилку своими руками? В каких случаях ситуацию можно исправить самостоятельно, а когда потребуется помощь специалиста? Ремонт механической части газонокосилки. Различают механические и электрические причины выхода из строя устройства. К механическим относят поломка и сгиб ножа. Этот дефект видно даже невооруженным глазом. При этом трава скашивается неравномерно, а газонокосилка может просто резко остановиться. Чтобы отремонтировать косилку, нужно просто подогнуть первоначальное положение. Если же одна из частей полностью отломалась, тогда потребуется разобрать устройство и произвести замену режущей детали. При потере остроты нужно провести заточку с помощью напильника или же абразивной ленты. Ослабление болтовых креплений, появление свиста, а также сильные вибрации и дребезжание свидетельствуют о разболтанном соединении. Для устранения этой проблемы потребуется выключить устройство из розетки с помощью специального ключа крепко затянуть все болты и гайки. Растянулся или же оборвался ремень привода для газонокосилки. Потребуется немного раскрутить крепление, а затем сдвинуть шкив и вынуть вышедшую из строя деталь. Новый ремень для газонокосилки следует вначале установить на маленький, а затем большой шкив после этого шестерня возвращается в первоначальное положение. Нужно будет проверить натяжение ремня, прогиб которого должен быть меньше 4 мм. Частой проблемой приводной косилки является растяжение троса. В этом случае нужно тщательно его отрегулировать. Засор воздуховода. Косилка может глохнуть, если трава забила отсек для подачи травы в контейнер. Нужно остановить прибор, провести его очистку и снова включить. Ремонт газонокосилок. Косилок часто случается, что порвалась или закончилась леска для газонокосилки. Для некоторых эта проблема довольно существенна и они интересуются у более опытных людей, как намотать леску на газонокосилку. Процесс на самом деле несложный и займет не более 15 минут. Катушка тримера представляет собой пластиковый корпус, внутри которого есть кассета и крючок для удобного наматывания лески. Чтобы снять катушку с леской потребуется центральный винт крутить по часовой стрелке, после чего разобрать с помощью отвертки головку и вынуть катушку. Затем понадобится отмерять необходимую длину лески, сложив ее вдвое, намотать ее на катушку, а концы вывести друг против друга. В завершении нужно собрать головку в первоначальное состояние. Как видно, заправить леску в газонокосилку совсем несложно. Также работа газонокосилки может быть прекращена по причине попадания народного предмета внутрь. В этом случае может появиться сильный свист и дребезжание. Для решения этой проблемы достаточно просто вытащить посторонний предмет из устройства. Иногда это приводит к поломке лопастей крыльчатки. В этом случае возникает риск перегрева мотора, поэтому нужно срочно заменить сломанную деталь. Важно! Ремонтировать газонокосилки с применением специальных инструментов и навыков лучше доверить профессионалу. Самостоятельно при сложной поломке можно доломать агрегаты окончательно. Ремонт электрической газонокосилки своими руками. Чаще всего владельцы косилок сталкиваются с проблемой окисления контактов. Появление слоя окалины на клеммах связано с повышенной влажностью в месте хранения устройства. Решить данную проблему можно самостоятельно, просто очистив контакты. Если прибор состоит из счеточного двигателя, тогда следует учитывать, что они могут быстро изнашиваться, что приводит к отсутствию контакта. Поэтому нужно обратиться в магазины, осуществляющие техобслуживание газонокосилок, и заранее приобрести рейн-комплект с нужными деталями. Довольно часто прибор для скашивания травы выходит из строя или же глохнет от малейшей нагрузки при сильном загрязнении. Так, важно один раз в три месяца чистить или же менять воздушный фильтр для газонокосилки. Воздушный фильтр ремонт мотокосы с асинхронным двигателем, вышедший из строя по причине отказа фаза сдвигающих конденсаторов, лучше делать у специалистов. Обычно выявить такую поломку самостоятельно не всегда получается. Хотя некоторые признаки могут об этом сигнализировать, двигатель сильно гудит, в момент старта корпус устройства сильно дергается. Даже после нескольких минут работы мотор сильно нагревается, происходит снижение оборотов. Важно! Если устройство начало дымить и появился сильный запах горь, то это может свидетельствовать о том, что сгорела обмотка электродвигателя. В этом случае также нужна квалифицированная помощь специалиста, который сможет провести ремонт электрической газонокосилки в короткие сроки. Ремонт газонокосилки с бензиновым мотором своим руками. Если устройство для скашивания травы не заводится после зимовки, тогда следует проверить бензобак. Бензин, оставшийся в косилке, может потерять свои характеристики за зиму. Он способен расслоиться на фракции по плотности или же создать осадок, который засоряет систему и не позволяет устройству нормально работать. Нужно слить остатки и залить новое горючее. Обратите внимание, нужно понимать, что использование косилки с бензогенератором рекомендуется на участках, наклон которых не превышает 15 градусов. Если перекос будет большим, то мотор может просто заглохнуть. Довольно часто причиной того, что устройство плохо заводится, заключается в поломке стартера для газонокосилки. Запускное устройство может не работать из-за обрыва шнура или же сломанной пружины. Чтобы отремонтировать деталь, потребуется раскрутить винт, который крепит шкив с крышкой стартера, вынуть усики и пружину, снять шкив и визуально определить причину поломки. Разрушенную пружину нужно будет заменить полностью при выходе детали из зацепа, потребуется. Загнуть усики и вернуть пружину в первоначальное положение, затем установить ее фаз и накрутить. Шнур просто меняет на новый, продев через специальное отверстие и подвязав его в катушке. После этого нужно будет завести пружину. Довольно часто причиной того, что устройство плохо заводится, заключается в поломке стартера для газонокосилки в некоторых случаях. Четырехтатный мотор может не заводиться по причине выхода из строя свечей. Чтобы это проверить, нужно визуально осмотреть детали на наличие накала, а также искры. Отсутствие последнее не дает возможность топливу воспламениться. Когда зажигания нет, то и мотор не может начать свою работу. Не стоит использовать свечи, если они создают искры через раз, лучше установить новые. Можно демонтировать свечи и провести визуальную диагностику. Сухая поверхность означает, что проблема находится в системе подачи амокры в карбюраторе. Если детали черные и покрыты нагаром, тогда потребуется купить новые свечи для газонокосилки. Если позволяют инструменты, тогда можно разобрать газонокосилку и самостоятельно отремонтировать все неисправности. Некоторые проблемы можно решить путем очистки и промывки в керосине карбюратора для газонокосилки. Для этого нужно демонтировать деталь с конструкцией и осмотреть. Если обнаружено прогорание или протирание прокладок, то нужно их заменить. На воздушной заслонке может находиться нагар, который снимается с помощью растворителя или же керосина. Это позволит улучшить качество топливно-воздушной системы. Заменом масла причиной захлебывания и перегрева устройства во время работы могут стать загрязненный воздушный фильтр газонокосилки. Потребуется достать его и промыть, в некоторых случаях лучше поменять на новый. Сбои регулировки холостого хода. Жеклеры нужно подкрутить в правильное положение, после чего выравнивается звук мотора. Важно регулярно смазывать редуктор для газонокосилки, ведь деталь передает вращательные движения свала на режущий элемент. Для этого используются шестерни, которые должны находиться в идеальном состоянии. Важно! Посторонний шум во время работы, который исходит из нижней части устройства, свидетельствует о том, что смазку нужно проводить чаще. Появление стука и люфта говорит о разрушении подшипников, которые потребуется сменить с помощью съемника. Неровный срез травы оповещает о наличии проблем с ножами. При потере остроты и поломки потребуется провести заточку или же замену. В некоторых случаях лучше использовать адаптер ножа для газонокосилки, который отличается универсальностью. Не стоит осуществлять ремонт бензиновых газонокосилок, если нет специальных инструментов и навыков, так как такие действия могут привести к полному выходу из строя агрегата. Как разобрать газонокосилку своим руками? Прежде чем приступить к разборке триммера, следует разобраться, из каких деталей он состоит. Классическая конструкция состоит из следующих элементов. Каркас, двигатель, нож, защитный кожух, колеса для газонокосилки, система ручного управления, выключатель, кабель. Обратите внимание, в зависимости от вида устройства в качестве режущего элемента используется как леска, так и металлический диск для газонокосилки. В последнем случае прибор может справиться даже с кустарниками. Чтобы разобрать электрогазонокосилку потребуется иметь в наличии специальные накидные и гаечные ключи. Первым делом раскручивается сам корпус, снимается кожух воздушного фильтра, а затем можно приступать к демонтажу карбюратора. Перед тем как снять эту деталь, нужно отсоединить топливный шланг, а также тросик, отвечающий за положение заслонки. Затем можно приступать к разбору самого карбюратора. Техобслуживание бензиновых газонокосилок Для продления жизни прибора потребуется проводить самостоятельный уход, который заключается в следующем. Заточка ножей Очистка деки Газонокосилки Очистка мотора Замена масла И смазка всех элементов Замена свечей Зажигание Слив бензина По завершении сезона эксплуатации Замена свечей Если регулярно проводить техническое обслуживание бензиновых газонокосилок, то проблем с выходом из строительных деталей засорения системы не возникнет. При этом не нужно иметь особых навыков по ремонту подобных приборов. Все манипуляции довольно просты. Рекомендовано иметь в наличии запасные части для газонокосилок, леску, пружину, свечи зажигания, прокладки, шнур нужного размера. Регулярный и правильный уход, а также своевременный ремонт газонокосилок и замена отдельных деталей помогут продлить жизнь три мера. Для травы сэкономить расходы на покупку нового устройства. Но если причина поломки довольно существенна и требует особых навыков и умений, тогда лучше обратиться к специалисту, который сможет И исправить поломку с минимальными потерями для владельца.